Мод обзора И тот мод мне зашел Он был простым и очень удобным в использовании Вы могли поправлять свое здоровье пивом и травкой А еще могли превратиться в Демонессу Василису Что касается Демон Стил, то тут все немного сложнее И когда я говорю немного, я имею ввиду гораздо Если вам удалось поиграть в такие игры, как Девил Мэй Край, Байонетта Или последней версии Шэдоу Уориор То вы сможете понять основную идею данного мода В вашем распоряжении есть как холодное, так и огнестрельное оружие Которое вы сможете использовать одновременно То есть в левой руке у вас будет холодное оружие, а в правой огнестрельное Вы можете комбинировать атаки холодным оружием и выстрелы из огнестрельного И чтобы раззадорить игрока и мотивировать его зверски убить больше врагов Всегда существует специальная линейка, которая будет заполняться при каждом убийстве Даруя вам очередной ранг или крича вам истеричным голосом Какие вы молодцы, идите убейте еще В принципе, довольно неплохая мотивация Но данный процесс является крайне утомительным для ваших пальцев И при должной неосторожности может помочь вам заработать тоннельный синдром Как писал сам автор, этот мод был вдохновлен двумя вещами Эпическим аниме и тяжелым металлом В этом моде вам предстоит играть за Джун Хай Линг Южнокорейскую фермершу и бывшую военную в отставке У этого персонажа очень, очень, просто овер 9 тысяч за бортом пафосная история И если бы я не играл вышеупомянутый Хайнун Дрифтер Я бы не поверил, что это работа одного и того же автора Так как мы все знаем, что если вы решили делать мод на Дум И добавили в него что-то очень интересное, годное и самое главное новое То последнее, что вы должны делать, это руинить вашу работу длинной, занудной и пафосной историей Которая стоит за вашим модом Лор и годные моды, вещи несовместимые Если вы перейдете на страничку этого мода и прочитаете ее всю до конца Я думаю, вы поймете о чем В этом моде представлена уникальная система расчлененки Которая, увы, работает лишь когда вы будете атаковать врагов мечом Джун умеет делать быстрый рывок вперед и двойной прыжок Разберем ее арсенал Как было сказано ранее, Джун будет держать свой меч в левой руке А огнестрельное оружие на ваш выбор в правой соответственно Левой кнопкой мыши вы будете бить мечом, а правой стрелять Помните, я упоминал специальную линейку, которая будет заполняться по мере того, как вы будете убивать ваших врагов У нее в этом арсенале две функции Во-первых, помимо того, что она вас хвалит, чем больше она становится, тем сильнее становится ваша атака Во-вторых, только с заполнением этой линейки вы сможете использовать альтернативную атаку вашего огнестрельного оружия Там целая система, если честно, я в ней так и не разобрался до конца По идее, при заполненной линейке вы должны зажать левую кнопку мыши и резко нажать правую Но это не точно Попробуйте поэкспериментировать Заодно напишите в комментариях, как все-таки правильно делать К слову, при бездействии эта линейка начинает убывать И очень быстро, к слову Разберем арсенал Джун Поствольных Основным оружием Джун является Харон, ее меч Если зайдете на сайт мода, то сможете прочитать Uber пафосную историю нахождения этого оружия главной героиней Если в нескольких словах, то это адское оружие, сделанное в аду, по иронии используемое для убийства демонов Харон принял форму привычного для Джун корейского меча Хван До Большую часть времени игры с этим модом вы проведете истерично кликая на левую кнопку мыши, атакуя этим мечом Чтобы быстрее заполнить вышеупомянутую линейку И просто ради красивых графических эффектов Еще, если вы выберете в арсенале только этот меч, то сможете лупить врагов ножнами Плюс вы сможете подбрасывать врагов в воздух и либо стрелять в них, либо рубить их, пока они летят вниз Еще Харон умеет справляться с летящими в вас снарядами, наподобие плетки героя Хайнун Дрифтер По такому случаю, даже пули зомби-менов и сержантов были заменены на небольшие снаряды, которые вы тоже в случае чего сможете отбить Чтобы использовать различные спецатаки этим мечом, просто зажмите левую кнопку мыши и нажмите два раза в любом направлении К слову, эти спецатаки не требуют заполнения линейки Далее идет охотничий пистолет Акассия А-22 С которым вы будете стартовать и который по истории как раз и убил самого первого демона, которого встретила Джун Эта пушка довольно быстро стреляет, не требует перезарядки и имеет одну специальную атаку Когда вы стреляете чем-то более мощным, чем обычная амуниция Опять же, такие атаки будут жрать больше патронов, чем обычные Потом вам придется, и я повторюсь, придется, стрелять из Завета или Тестамент Почему-то по истории это оружие используют силы Рая Это двустволка с рычажным действием Да, я знаю Из сбалансированного оружия, которое я так любил, эта пушка превратилась в одноручный недовинчестер Которым Джун пользуется так же умело, как я пользуюсь After Effects Эта пушка стреляет медленно, перезаряжается еще медленнее А пафосная круговая перезарядка а-ля Терминатор 2 делает только хуже Я понимаю, что это райское оружие, волшебный артефакт, тра-та-та и все такое Но у нас был дробовик, который стрелял быстро и метко И у нас была двустволка, которая стреляла близко и больно А теперь у нас есть Это И от этого становится грустно Поехали дальше Ракетницу заменили на Исход или Эксодус Это легкое одноручное оружие, выполняющее все функции ракетницы У него есть своя альтернативная атака Которая, по идее, позволяет стрелять Еще более сильными ракетами Перезарядки это оружие не требует Всеми любимую вертушку пулемет Заменили на тяжелый СМГ Под названием Шабош или Сэбб По описанию автора, у этого оружия Зверская остановочная сила Чего я не заметил Это быстро стреляющая пушка С не самой высокой точностью и уроном Но в свете остального оружия, как говорится, стреляет и хорошо Куда лучше пистолетика, к слову И наконец, самым полезным дополнительным оружием, на мой взгляд Является электрический молоток ОМАН Работает это оружие, как топор Баратуса из Хексен Можно бить им как заряженным, так и просто так И хотя у меня нет катаракты Я еще не совсем ослеп И я вижу, что это черт его дери электричества Автор настаивает на том Что это оружие работает на силе правосудия Ну окей, ладно В общем, чем больше вы не атакуете ОМАНом ваших врагов Тем больше правосудия вы сможете накопить А потом, в последний момент, вы сможете разрядить все ваше правосудие на демонов И это порой вызывает цепную реакцию В ходе которой правосудием бьет врагов, находящихся рядом Стуня их И пока они корчатся и конвульсируют от правосудия Вы сможете подбежать к ним и по-быстрому порезать их мечом Или смыться оттуда куда подальше Еще вам в помощь дадут различные артефакты На которые автор заменил ванильные пауэрапы Они будут либо помогать вам в атаке, либо в защите А чтобы игроку жизнь мелодом не казалась Автор решил отойти от классической системы здоровья Где вы видите цифры и красный крестик Вместо этого в левом нижнем углу Вы будете видеть несколько сгустков розового пламени Это ваши очки жизни И при любом прямом попадании в вас чем-либо Вы будете терять одну очко Когда их у вас не останется, сушите весла Восполняется ваше здоровье за счет предметов Наподобие газировки или фруктов Которые будут валяться на полу на уровне К слову, не ждите, что аптечек будет валяться великое множество Порой там, где вы будете ожидать аптечки Не будет вообще ничего Порой что-то более важное будет заменено на одну аптечку Сущий рандом Монстры стали бить куда больнее В зоопарк были добавлены новые враги Любая незаблоченная или пропущенная атака При должном состоянии здоровья Может стать для вас последней И самое главное Вы не контролируете тыл То есть в таких игр как Devil May Cry У вас вид от третьего лица И у вас полный обзор того, что в данный момент происходит Вы сможете быстро оценить ситуацию Мгновенно среагировать Увернуться, если это будет нужным В этом моде ситуация противоположная Если вам запреспечит влететь в толпу врагов Истерично махая мечом То скорее всего вас возьмут в кольцо И убьют Со здоровьем, как было сказано ранее У вас тоже будут проблемы Хотя при ударе вы и войдете Во временное состояние неуязвимости При шакальном зажимании в каком-нибудь углу Вас это не спасет Амуниция на огнестрельное оружие Будет вам попадаться так же часто Как и здоровье И порой вы останетесь Либо с одним мечом Либо если повезет С мечом и молотком Ну и естественно без амуниции Вы не сможете делать спецатаки Вашими стволами В этом я считаю показан Основной минус этого мода Чтобы сделать спецатаки Вам будет нужна Заполненная линейка Патроны И правильная комбинация нажатия клавиш Я если честно В файтингах эти комбо еле делаю А там это самая главная составляющая И способ победить А тут в моде на дун Это просто пытка Можно же было повесить Альтатаку на обычную кнопку Как в случае с подбрасыванием Ворогов в воздух мечом Но чести ради стоит сказать Что у этого мода Есть куча опций Которые вы сможете изменять Как вам будет угодно Прямо во время игры Автор об этом позаботился Вы даже сможете изменить Это надоедливое розовое пламя На нормальные цифры Показывающие здоровье В итоге у нас есть Довольно интересный И скоростной оружейный мод Где будет решать Ваша скорость Нажимания пальцем На кнопку мыши Ловкость и память Я бы порекомендовал Этот мод К использованию Всем хотя бы раз А потом решайте сами Стоит оно того или нет И на этом все хулиганы С вами был Айрондруг Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Кидайте мне ваши идеи В группу ВКонтакте и Дискорд Жуйте жвачку Любите игры И следите за тылом Когда режете людей мечом До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...